Ауду billahi minash shaytani r-rajim bismillahi rahman ir-rohim wa bihi nasta'in wa huwa khairu nasirin wa mu'in wa s-salatu wa s-salamu ala asaydaya anbiya yi wal mursalin wa ala al-hihi t-tayyibin al-tahirin al-ma'asumin wa l'a'natu al-daimatu ala adaihi majma'in ila qyaum yawmid din As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu, дорогие братья и сестры И продолжаем наше обсуждение, посвященное вопросам идеологии. Мы на предыдущих занятиях начали разбирать отрицаемые атрибуты, то есть атрибуты, которые являются атрибутами недостатка. Итак, мы говорили о том, что имеется ряд атрибутов, которые свидетельствуют о недостатке и которые отрицаются в отношении Бога. То есть Бог этими атрибутами не обладает. И мы разобрали ряд подобных атрибутов, несколько подобных атрибутов. В частности, сказали о том, что Бог не ограничен временем и пространством, Бог не является телесным, то есть тело есть нечто отрицаемое, есть отрицаемый атрибут. Объединение, смешение с кем-либо также является одним из отрицаемых атрибутов, о чем мы говорили на предыдущем занятии. Мы говорили о том, что Бог ни с кем не объединяется. И это невообразимо в отношении Бога, потому что наряду с Богом ничего себе вообразить невозможно. Он един, он един в том числе и в своем бытии. А все остальное, что также существует, обладает бытием и существованием, существует по его воле, держится на нем. Он является держателем всего, является аюмом, как сказано в священном, Коране. То есть тем, кто держит все, тем, на ком держится все, все остальное абсолютно лишено какой-либо самостоятельности, даже самостоятельности в своем существовании, даже самостоятельности в своем бытии. Чтобы яснее представить, необходимо учесть тот момент, что все остальное, все творения существуют только потому, то есть обретают бытие только потому, что Бог так захотел, только потому, что Бог им дарует бытие. Если мы зададимся вопросом, что необходимо для того, чтобы эти творения больше не существовали, потеряли свое бытие, что для этого необходимо? Воля Бога или отсутствие воли? Ответ будет однозначным. Чтобы каждый из нас, дорогие братья и сестры, потерял свое бытие и существование, достаточно, чтобы Бог перестал хотеть нашего бытия. То есть отсутствие воли Бога достаточно, потому что каждую секунду, каждую долю секунды, каждое мгновение мы проживаем и существуем, потому что Он так захотел, потому что Он того желает, Он поддерживает наше бытие, наше существование, наше знание, нашу жизнь, наше передвижение, наше движение, наши мысли, и каждый наш вздох осуществляется по Его милости, по Его воле. Поэтому речь не идет о том, чтобы Он возжелал забрать нашу жизнь или забрать наше бытие, наше существование. Речь идет о том, что достаточно перестать хотеть этого, перестать хотеть наделять свои творения бытием, жизнью, существованием, могуществом и так далее, и тому подобное. Поэтому с учетом этого, если мы представим себе, что Он единственный, самодостаточный, обладающий самостоятельностью, в том числе в бытии, самостоятельностью экзистенциональной, если мы это себе представим, представим единство в бытии, единство самостоятельности, то непременно придем к выводу, что наряду с Ним ничего быть не может. Именно поэтому совершенно неправильно является величайшим заблуждением говорить, что Бог третий из трех, как утверждают христиане. Или же говорить о том, что человек через духовное развитие может достичь единства с Богом, может достичь объединения и сливания с Богом. Это величайшее заблуждение. Бог един в своем существовании, в своем бытии, все остальное держится именно на его бытии, на его существовании, на его могуществе и не может быть поставлено в один ряд с Ним. Ничего не может быть наряду с Ним. Представьте себе того, кто полностью зависим от чего-либо. Даже существование его зависит от чего-либо. Как же это может быть поставлено рядом с тем, от чего он зависим, от чего зависит даже его бытие, как тень может быть поставлена в один ряд с владельцем тем телом, от которого отпадает эта тень. Как лучи солнца могут быть поставлены в один ряд с самим солнцем. Как отражение может считаться вторым человеком наряду с человеком, который отражается в этом зеркале. Именно поэтому мы говорили о том, что объединение и сливание Бога с чем-либо, смешение Бога с чем-либо или с кем-либо невозможно. Итак, следующий отрицаемый атрибут заключается в следующем. Бог не является местом событий, каких-либо событий. То есть самость Бога, сущность Бога не есть место событий. Никаких событий в сути и в самости Бога не происходит. Например, вы можете спросить, какие события могут происходить теоретически, о каких событиях идет речь. Например, радость, например, печаль, гнев и так далее. Вы можете спросить, разве Бог не гневается? Конечно же, Бог гневается. Но речь о том, что этот гнев является извечным. Почему? Потому что, например, человек совершает то или иное деяние, которое гневает Бога. Этот гнев, так как знание Бога безгранично, так как из вечности Всевышний, Единый Господь, знал об этом поступке, знал, что Он сотворит такого человека, и последствия будут таковыми, что эти действия, эти события, относительно которых Бог гневается, эти события произойдут, так как Его Всевышний, Единый Господь, знал об этом, то гнев Его был извечным. То есть мы говорим именно о том, что события не происходят в самости Бога. То есть мы не можем вообразить себе Бога, который не гневался и в какой-то момент стал гневаться. Или же какое-либо другое событие абсолютно, какое бы мы не могли себе вообразить и представить. Например, могущество. Бог могущественен из вечности. Могущество, жизнь, знание, все эти атрибуты являются самостями Бога. То есть неотделимы от Его самости, от Его сущности. И поэтому невозможно себе вообразить, чтобы Бог в какой-то момент не обладал могуществом и позже приобрел это могущество. Или же не обладал знанием и приобрел знание. Не обладал жизнью, приобрел жизнь. Или эта жизнь стала интенсивнее, знаний стало больше, могущества стало больше. Все это в отношении Бога невообразимо, потому что Бог не является местом событий. Его самость не есть места событий. И точно так же дела обстоят и со всеми остальными событиями, с которыми так часто в своей душе наблюдает человек. События, которые в своей душе наблюдают человек, например, он печалится, он гневается, он радуется, перестает радоваться, печалится, злится на что-то, доволен чем-то, недоволен чем-то и так далее и тому подобное. Он воодушевляется, вдохновляется, это вдохновение пропадает. Он обретает в себе, находит в себе силу и энергию, позже обнаруживает, что абсолютно бессильный, чувствует себя бессильным, теряет надежду, обретает надежду. Все эти события, которые мы можем наблюдать в своей собственной душе, в отношении Бога невозможны. Ни одно событие в отношении Бога, в отношении самости Бога невозможно. И доказательством тому, доводом тому является то, что мы говорили ранее. Бог является необходимым сущим, необходимым бытием. И необходимость Бога есть необходимость всей самости Бога. Это не только необходимость существования Бога, не только необходимость бытия Бога, но и необходимость знания Бога, необходимость знания безграничного, необходимость могущества, необходимость жизни и всех остальных атрибутов. Все, что есть Бога, есть необходимое, потому что Он является необходимым бытием, необходимым сущим. Почему, спросите вы? Потому что, когда мы говорим, что Бог необходим, мы говорим о том, что Он Сам, Его самость необходима, и бытие этой самости необходимо. В противном случае, если бы самость не была бы необходимой, значит, она могла бы меняться, могли бы происходить события в этой самости. А раз так, значит, он мог становиться кем-то другим. Например, обретя новые знания, обретая больше могущества, или обретя жизнь, или обретя радость, или какие-то наслаждения, он уже становится другим, совершенно другим. Становится тем, кем не был до этого. А это значит, тот, кто был до этого, не был необходимым. Почему? Потому что перестал существовать, перестал быть. Как, например, человек. Человек, если бы был необходимым, например, в пятилетнем возрасте, если бы человек был бы необходимым, то он не смог бы вырасти, стать другого роста, весить больше, стать умнее, стать, обрести новые знания и так далее. Почему? Потому что если бы, будучи необходимым, он стал бы выше, весил бы больше, обрел бы новые знания, стал бы умнее, прозорливее и так далее, то это был бы уже другой человек, потому что мы сегодня не есть мы вчера, потому что мы меняемся постоянно. Таким образом, этот человек и его изменения, и если говорить точнее, то, что этот пятилетний ребенок перестает существовать и обретает бытие, существует нечто другое вследствие развития, вследствие роста, говорит о том, что тот пятилетний ребенок не мог быть необходимым бытием и не был необходимым бытием. И это, кстати, одно из ярчайших, яснейших доказательств того, что материя не есть нечто извечное, не есть нечто самодостаточное, не есть нечто необходимое, а есть нечто созданное, есть нечто сотворенное, то есть нечто возможное, а не необходимое. Почему? Потому что материя находится в постоянном движении, в постоянном изменении, что говорит о том, что оно не является чем-то необходимым. Таким образом, Бог не является местом событий и не изменяется. Это еще один отрицаемый атрибут. На этом наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Ва-саламу алейкум, ва-рахмату Аллахи, ва-баракату.